На Ямале продолжают чествовать разведчиков недр, первооткрывателей нефтегазовых кладовых Тюменского Севера. Напомним, региональный проект «Моя профессия – геолог» реализуется в рамках празднования 50-летия отечественной геологии. Одна из значимых акций проекта – первая скважина. На всех уникальных ямальских месторождениях углеводородного сырья будут установлены памятные знаки. Ими уже отмечены первенец газодобычи легендарная скважина «Р-2» месторождения «Медвежье» и хроссовейское месторождение. А на этой неделе в Центре корпоративной культуры предприятия «Надымских газовиков» участвовали первооткрыватели юбилейного и ямсовейского месторождений. Среди множества экспозиций, представленных в Музее трудовой славы «Надымских газовиков», сегодня в Центре внимания юбилейное и ямсовейское месторождения. Главный инженер, первый заместитель генерального директора предприятия Игорь Мельников рассказывает почетным гостям, в какие сложные времена их разрабатывали. Пионерный выход на юбилейное месторождение «Надымские газовики» осуществляют еще в мае 1989 года, а в марте 1991 на ямсовейское. 1 декабря 1992 года в целях ускоренного ввода юбилейного месторождения запущена установка предварительной подготовки газа. Здесь организован так называемый опытно-промышленный полигон. Несмотря на сложные экономические условия, летом 1997 года строителям и газодобытчикам удалось ввести в эксплуатацию ямсовейское месторождение. На торжественный пуск прибыла представительная делегация во главе с первым вице-премьером России Борисом Немцовым. И только спустя три года, в 2000 году, была введена проектная УКПГ на юбилейное месторождение. Все мы помним, где-то с конца 80-х годов был огромный энергетический провал в рамках губы чебя. Поэтому вот именно ямсовей юбилейка в истории России, наверное, это именно тот баланс, поддержка и ваш труд вытащить нашу экономическую составляющую, экономическую в наши страны. И в этом, я считаю, заслуга всех жителей Надымского района. Сегодня слова благодарности звучат в адрес первооткрывателей ямальских кладовых геологов. Конечно же, благодаря тому героическому подвигу, большому труду этих геологов, выросли города, выросли промыслы, дороги, аэропорты, речпорты, железные дороги. И, конечно же, сегодняшнее состояние экономики не только нашего региона, но и всей страны. Конечно же, в том числе и по большому счету заслуга тех героев-первопроходцев. Действительно оригинальный проект. Моя профессия геолог. Ну, по большому счету, великое дело. Это мы сейчас вместе с вами, и в первую очередь, и наш губернатор, и правительство автономного округа, надаем долги тем людям, которые в те далекие времена пришли на эту территорию и нашли газ. Памятные знаки принимает заместитель генерального директора, главный геолог «Газпромдобыча над дым» Сергей Варягов. В музей «Газпромдобыча над дым» коллективу нашим геологам на многие лет вперед, как губернатора, париста автономного округа. Ну, я думаю, что это очень знаково. Значит, удачи, успехов. И побольше надо. Довольно такие чувства воодушевления и радости, что работа геолога не забыта, что действительно отмечены те первые люди, первопроходцы, которые сделали вклад, достойный в освоение месторождений, которые мы сейчас имеем. 5 июля 1969 года и 21 мая 1970-го, даты, когда были пробурены первые поисково-разведочные скважины юбилейного и емсовейского месторождений, теперь навсегда вошли в историю. А вскоре такой же знак получит и Баваненковское месторождение. Светлана Ложникова, Сергей Черков, телевидение общества «Газпромдобыча на дым».